Сегодня же глава Чувашии встретился с народным артистом Советского Союза Иосифом Кобзоном. Он приехал с Чебоксары с концертом, который сейчас проходит во дворце трактора строителей. Известный эстрадный певец вспомнил и о своем первом приезде в Чувашскую столицу. Об этом на встрече он рассказал Михаилу Игнатьеву. Подробности в следующем материале. Иосиф Кобзон прекрасно помнит свой первый визит в Чебоксары. Выпускник института имени Гнесиных, лауреат престижных конкурсов, приехал в столицу республики еще на заре эстрадной карьеры в 1962 году. Это был его первый гастрольный тур. Тогда народный артист объездил все великие стройки Советского Союза. Признается, что Чебоксары и в то время произвели на него большое впечатление. Сейчас добавляет Кобзон, город развивается успешно. И это невозможно не заметить. Меня сводили на смотровую площадку, показали мне весь город, показали Волгу. С гордостью рассказывали о городе, что идет строительство. Пригласили на открытие замечательного культурного центра, культурно-спортивного 3 июня. Так что уже мне нужно фиксировать. То, что здесь происходит, это как раз тот пример, как можно и как нужно любить свое Отечество, свою Чевашу, свою Россию. Сейчас, отмечает Иосиф Кобзон, в молодежной среде необходимо популяризировать истинные культурные ценности. Для народного артиста эти вопросы выходят на первый план. В Государственной Думе он уже не первый год возглавляет комитет по культуре. Если руководство региона уделяет внимание культуре, регион развивается. Даже если у него финансовое положение не самое лучшее. Последнее отрывают, отдают на культуру и на спорт. Потому что мой любимый афоризм, он был морально устойчив, несмотря на то, что физически здоров. Михаил Игнатьев рассказал народному артисту, что для развития этой отрасли Чувашия делает многое. На селе каждый год открываются новые учреждения культуры, поддерживают в республике и художественные коллективы. На 100 человек в среднем строим сейчас новые клубные учреждения. По стоимости они на пределах максимум 20-25 миллионов рублей. Это для села, чтобы людей отрывать от компьютера, от телевизора домашнего, чтобы люди приходили общаться. Но все зависит и от того, на каких примерах будет воспитываться молодежь. По-настоящему достойных героев в стране немало. На встрече с главой республики Иосиф Кобзон вспомнил о своем близком друге Андрияне Николаеве. Народный артист был знаком со всеми членами того самого первого отряда космонавтов. И теперь свой каждый концерт он посвящает именно им. Медриковалев, Эндрис Передонов, Республика.